Вы думаете, какое слово входит сейчас в пятерку самых популярных слов в последнее время, особенно вот сейчас в Израиле даже, Таилим, Псалмы, Псалмы Давида, пятерку самых популярных слов? Я хотел по этому поводу спросить, все-таки записано в генетике народа, что вот когда мне тревожно, когда мне плохо, я должен вот обратиться к Псалмам Давида, вот скажите. Ну для этого он, в общем-то, и писал. Да? Чтобы это записалось в народе? Это именно тот язык, та форма, с которой мы можем обращаться к Творцу. Но это же он обращался к нему. Это не важно. Не важно? То есть практически он есть в каждом тогда, получается. Конечно, это же царь Давид. Это самый близкий для Творца человек. А для нас, и каждый из нас обращается к Таилим, к Псалмам Давида, значит, он и в нас тоже самый близкий для нас? Он и в нас отчасти есть, конечно, в каждом из нас. Мы сейчас говорим не только о еврейском народе, мы говорим обо всем мире. Да, царь Давид общий. Общий. Для всего мира? Да. То есть в каждом человеке мира есть вот такая вот точка, которая называется царь Давид. Да. И псалмы. И поэтому обращение к ним, оно такое... Поэтому они так распространены. Поэтому всех поют и... Все религии, все... Вот скажите, пожалуйста, это помогает психологически, вот, то, что ты читаешь, или это... Не только. Не только. Нет, это действительно помощь свыше. В них есть сила, ну, защита, допустим. Да? Давид был очень связан с Творцом, с высшим миром, был царем. То есть он продолжил нашу эту связь к Творцу. И поэтому его псалмы – это самое важное. Теперь такой у меня вопрос есть. Царь Давид писал их, он все-таки писал их. Да. Думая о том, что он пишет для нас, или он просто выплескивал то, что было в нем, вот этот вот крик такой сердца и души? Я думаю, что он просто выписывал то, что ощущал. Почему он писал их, вы можете мне сказать? Он же мог проговаривать это все, тем более такое ощущение, что, ну, эти, естественно, из сердца все идет. Ну, то, что он проговаривал, так это, конечно, тоже, но... Когда пишет человек, что происходит? Он изливает себя, понимаешь, изливает себя на бумагу. То есть вы советуете вот так вот все-таки работать? Я советую. Когда человек достигнет такого состояния, то ему не нужны советы. Само пойдет так? Да. То есть не исчезнет вот эта вот моя связь с рукой, с тем, что я пишу, не исчезнет? Нет, нет. Понятно. Несмотря на все машинки, которые есть, запись? Нет, нет, нет. Потянется к... К ручке? К ручке, к бумаге или к ножу и камню. То есть здесь цивилизация не повлияет на это? Нет, нет, нет. Понятно.